Тюмень наряжается к Новому году. До главного праздника осталось всего 13 дней. Уже в эту субботу состоится открытие городских развлекательных площадок. Наши журналисты будут следить за тем, как они ведут подготовку. А сегодня посмотрим несколько объектов. Отмечу, в областном центре установят более 40 живых и искусственных елок. А вот какая уже установлена в сквере в семейном восточном микрорайоне, узнаем прямо сейчас. С нами на связи Марина Климович. Добрый день, Марина. Ощущается ли уже новогоднее настроение в восточном микрорайоне? Да, добрый день. Катя в сквере семейном. Праздничное новогоднее настроение уже появилось. Здесь, конечно, без привычного для центра Тюмени шика. Все очень скромненько, но со вкусом, очень мило и душевно. Пока новогодняя иллюминация еще не включена, она будет ближе к пяти вечера. Есть здесь замечательные фигуры, вот такие вот Миши и Маши из российского мультфильма. И, конечно, в центре семейного сквера есть огромная-огромная елка, 12 метров. Но это для восточного микрорайона не самая большая елка, а вот где та самая-самая красивая-красивая. Мы сейчас узнаем у заместителя руководителя Восточной управы Артема Правдина. Артем Николаевич, добрый день. Добрый день, Марина. А вот очень холодно, прямо, да. Мы с вами должны очень быстро сейчас рассказать, где же та самая-самая красивая елка. У нас не одна красивая елка, у нас, по крайней мере, две живых-настоящих и четыре искусственных. В разных скверах у нас стоят симпатичные, пушистые, украшенные елочки. Но самая-самая большая, 18-метровая светодинамическая ель, у нас стоит на парковке возле центра дзюдо. Переливается в разных всевозможных вариациях, поэтому она действительно очень красивая. Это, на самом деле, фишка такая хорошая у нас в шестом микрорайоне. А вот скажите, я знаю, что торговые центры очень хорошо подготовились тоже в этом году и украшают территорию, да? Вот это действительно так? Да, действительно. У многих торговых центров есть украшенные ели. Это и у Окея на широтой 199, и у Кристалла, у Острова. Самое главное, что торговые центры все-таки не просто хотят украситься, они еще хотят какой-то другой элемент, чтобы заинтересовать жителей, подарить праздник. У того же торгового центра Острова есть корт, замечательный корт, залитый вход свободный, прокат коньков. У рынка Михайловский тоже самое. А вот скажите, пожалуйста, сколько у нас вообще в восточном мест таких, куда люди могут прийти, покататься на коньках, посмотреть на елочку и как-то прогуляться? Наших, муниципальных, которые мы содержим, заливаем, у нас 12 кортов и на ледовую площадку. Все готовы, все ждут ребятишек, уже катаются во всю. Ну, опять же, повторюсь, у торговых центров, у других хозяйствующих субъектов. На базе Дельвера там всегда гостеприимно очень тоже прокат коньков, там две ледовые площадки замечательные. Горки заливаем для ребятишек младшего возраста, для школьников. Там же у центра Дзюдо две горочки стоят у нас, на Косухино. В сквере депутатов мы стараемся везде, чтобы у нас что-то было. И ближайшие праздники у нас когда? Открытия, вот какие-то мероприятия? В пятницу, вот эту пятницу, 22-го, на сквере Серебряные Ключи, в 17 часов, город проводит праздничную программу, поиск и современник. Центральная елочка будет у нас в субботу с 12 до 3. Спасибо вам большое. И следующее включение у нас будет уже в 16.00 из сквера Комсомольский. До встречи. Спасибо. Елка хоть не самая высокая, зато живая. А ты, Марина, согревайся. Будем ждать твоего включения из Комсомольского сквера. Комсомольский сквера.